Тимур Кизяков – ведущий на телевидении, автор и бессменный ведущий передачи «Пока все дома». Передач долгожителей не так и много, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот уже более 20 лет Тимур ходит в гости к интересным людям, знакомит зрителей с их родными и близкими, раскрывает секреты их семейного счастья. Чтобы достучаться до популярной личности, нужно знать ее интересы и творчество, проще говоря, быть в теме. Тимур – человек разносторонний, он знает о своих респондентах почти все, умеет расположить к беседе и откровению любого человека, даже самого закрытого. Он вовсе не должен был стать ведущим одной из самых популярных семейных программ российского телевидения. Тимур Кизяков мог бы стать летчиком или инженером, возможно, автором сценариев для КВН, но телевидение смогло захватить его полностью, оно определило его профессиональную судьбу. И личную тоже, ведь именно в Останкино он встретил свою будущую жену, которая в то время уже состояла в браке и уходить от супруга вовсе не собиралась. А как все произошло в судьбе любимого телеведущего и складывается сейчас его личная жизнь, мы решили рассказать. Родился Тимур Кизяков 30 августа 1967 года в двух километрах от столицы в городе Реутов. Отца звали Борис, он профессиональный военный, вышел в запас в чине полковника. Мама, Валентина Кизякова, инженер. Тимур очень любил отца, всегда равнялся на него и, естественно, что после школы мечтал о военной карьере. Нужно сказать, что учился он прилежно, домой приносил только 4,5. Отец посоветовал ему усиленно заниматься спортом, чтобы иметь хорошую физическую форму, необходимую для поступления в военный вуз. После получения школьного аттестата Тимур стал студентом Егорьевского авиационного училища. Во время учебы молодой человек начал разочаровываться в этой профессии, но он был очень ответственным парнем, привыкшим доводить до конца все, что начал. Поэтому Кизяков не бросил училище и в 1986-м получил диплом по специальности пилот вертолета Ми-2. Так как молодой человек не собирался связывать свою жизнь с военным делом, он решил получить гражданскую профессию и снова стал студентом. Теперь Московского энергетического института Тимура заинтересовала специальность автоматика и телемеханика. Уже в то время стали проявляться творческие способности будущего ведущего. Он мечтал играть в КВН и писать сценарии для участия в играх. Это желание было столь навязчивым, что Тимур Кизяков даже хотел бросить институт. Но до этого в спортивном лагере под Алуштой, где работал вожатым, он познакомился с парнем, вместе с которым они начали писать сценарий к детской передаче. Потом они отправились предлагать его на телевидение, где идея понравилась и программу было решено выпустить в эфир. Впервые в эфире он появился в качестве ведущего телепередачи «С утра пораньше». Позже Тимур Кизяков вспоминал, как неловко чувствовал себя перед камерой, рабел, смущался и отчаянно боялся забыть текст. Через четыре года ему предложили подумать над идеей семейной программы, которую он же и будет вести. По замыслу продюсеров, новая передача должна собирать у экрана всю семью, от мала до велика, и всем должно быть интересно. Задача была не из легких, но в итоге команда создателей интуитивно нашла формат, полюбившийся зрителям. Тимур Кизяков придумал программе название «Пока все дома», и вот уже на протяжении почти 30 лет остается ее бессменным ведущим. Правда, с июня 2017 года программа претерпела ребрендинг, и теперь программа выходит на телеканале «Россия-1» под названием «Когда все дома». Телевидение заняло всю жизнь Тимура Кизякова, но самое главное, благодаря работе он случайно познакомился с девушкой, ставшей его судьбой. Тогда, 26 мая 1997 года, молодой человек и девушка просто встретились в одном из длинных коридоров Останкино, но телеведущий влюбился с первого же взгляда и на всю жизнь. Тимур Кизяков не мог ни о чем думать, его неотступно преследовал образ прекрасной незнакомки. В тот же вечер он уже сообщил всем друзьям о том, что встретил свою судьбу. Естественно, никто заявление Тимура всерьез не принял, тем более, что вероятность второй встречи с незнакомкой стремилась к нулю. Он не знал ни имени, ни места, где работает девушка, но по счастливому стечению обстоятельств они столкнулись снова через два дня. На ступеньках технического подъезда того же Останкино он снова увидел Елену. В этот раз он, конечно, шанса своего не упустил и познакомился с девушкой. И уже через несколько дней, перед тем, как уехать в командировку, он оставил Елене ключи от квартиры, код от автоответчика и вообще рассказал все, что мог. А еще позвонил всем своим приятельницам и сообщил о будущей женитьбе, отрезав все пути к отступлению. Его вовсе не смущал тот факт, что девушка уже состояла в браке. Тимур Кизяков точно знал, он не уводит из семьи чужую жену, а забирает свою. Ухаживал телеведущий красиво, а сама Елена быстро поняла, что встретила свою вторую половинку. Возможно, кому-то скоропалительный роман может показаться странным, но супруги Кизяковы с первого дня знакомства были уверены в правильности своих решений и поступков. Уже в декабре того же года они стали мужем и женой, а обвенчались спустя несколько месяцев, в день рождения Тимура. Супруги вообще тяготеют к максимальной концентрации праздников в одном дне. К примеру, детей они крестили в день, с которого ведут отчет начала своей семьи, 28 мая. Елена, в отличие от своего супруга, профессиональный журналист. Она окончила историко-филологический факультет РУДН по специальности журналистика, а параллельно училась в группе ведущих телерадиоэфира. Начинала свою деятельность со стажера и надеялась связать с телевидением всю свою жизнь. Тимур с первых дней знакомства почувствовал в ней человека, который никогда не подведет, не бросит трудной ситуации, всегда поддержит и поймет. Почти четверть века совместной жизни и трое детей стали тому подтверждением. Супруги никогда не расходились во мнениях по ключевым вопросам, они даже думают часто одинаково. Случаются и комичные ситуации, когда они из разных командировок привозят друг для друга одинаковые сувениры или, не сговариваясь, покупают детям одинаковые вещи. Им интересно смотреть одни и те же фильмы, слушать похожую музыку и выбирать места для путешествий с семьей. Тимуру и Елене Кизяковым никогда не надоедает общаться друг с другом. Они могут разговаривать всю ночь напролет и не успеть наговориться. Когда же на телевидении разгорелся скандал, связанный с деятельностью супругов, они просто стали плечом к плечу, будучи уверены и в собственной правоте, и в том, что тот человек, который рядом, просто не мог сделать ничего предосудительного. Тимур и Елена создали компанию «Видеопаспорт», занимавшуюся записью больших роликов о детях-сиротах. Благодаря этим роликам многие обездоленные дети обрели семьи. Однако Генеральной прокуратурой было начато расследование по информации о якобы имевших место нарушениях при съемках, и в основном о нецелевом использовании выделенных на видеопаспорта средств. Из-за разгоревшегося скандала и недоверия со стороны руководства Первого канала Тимур и Елена Кизяковы приняли решение перейти на «Россию-1». Спустя год Генпрокуратура сообщила об отсутствии злоупотреблений со стороны ведущего и созданной им компанией по производству роликов. Впрочем, Елена и Тимур Кизяковы в результате не сомневались. Они точно знали, что никогда не украли ни копейки, а все, что есть, они получили честным трудом. Они и сегодня продолжают заниматься своей программой и все так же снимают ролики о детях, лишенных родителей. Супруги Кизяковы искренне верят, даже если один из десяти снятых ими паспортов даст свои плоды и ребенок сможет познакомиться с нормальной жизнью в семье, где есть мама и папа, то они все делают не зря. Тимур Борисович и Елена Владимировна вместе уже почти четверть века. Их старшая дочь Елена окончила факультет политической и деловой журналистики Ран Хиггс при президенте России и делает свои первые шаги в профессии. Летом же она работает вожатой в детских лагерях. Вторая дочь Валентина сейчас студентка МГУ, а младший сын Тимур пока учится в школе. Тимур и Елена Кизяковы на самом деле считают себя самыми счастливыми людьми. Несмотря на разные потрясения, они всегда уверены, что семья – это самое главное в их жизни. У них всегда была одна цель – быть счастливыми вместе. Она помогала им держаться на плаву и находить выход даже из самых сложных ситуаций. А секрет счастья у них только один – любовь.